МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа АЛЛАТО в студии. Работает Светлана Кваталиева в начале выпуска. Коротко о главных темах дня. Извлечь уроки из октябрьских событий, выбор президента и референдум должны пройти открыто, демократично и в правовом русле. Это стало одним из главных поручений заседания Совета безопасности. Внутренняя и внешняя безопасность страны, борьба с экстремизмом, ОПГ и коррупцией, ГКНБ. Подвел итоги своей деятельности за год. За 30 лет независимости страны кыргызстанцы впервые выбирают форму правления путем референдума. Такое мнение выразили политологи, эксперты и члены Конституционного совещания. Выборы президента и референдум должны пройти открыто, прозрачно, демократично и в правовом русле. Для этого необходимо принять все необходимые меры. Это стало одним из главных поручений состоявшегося сегодня заседания Совета безопасности. Председательствовал на нем исполняющий обязанности президента Талант Мамытов. Необходимо извлечь уроки из событий 5-6 октября, когда несправедливые итоги парламентских выборов стали причиной народных волнений. Говорили на заседании и о пандемии. Система здравоохранения нуждается в реформах. Аяна Дюшикеева обо всем подробнее. Необходимо извлечь уроки из событий, произошедших 5-6 октября. Причиной недовольства граждан тогда стали несправедливые итоги парламентских выборов. Кыргызстанцы сейчас ждут больших изменений. Потому выборы президента и референдум должны пройти прозрачно с одинаковыми для всех кандидатов на высший пост страны условиями. Это подчеркнул исполняющий обязанности главы государства Талант Мамытов на заседании Совета безопасности. Система здравоохранения нуждается. Исполнительная власть извлекла для себя уроки из октябрьских событий, отметил исполняющий полномочия премьера Артем Новиков. Уже предприняты меры для проведения плебисцита строго в правовом поле. Перед правительством стоит задача не допустить кем-либо использования админресурса. Задача правительства не допустить использования административного ресурса кем-либо в своих личных интересах. В том числе врачей, учителей и других работников государственных и муниципальных органов. Хочу заверить всех чиновников, государственных и муниципальных служащих, а также социальных работников, в том числе работников образования и здравоохранения, о том, что каких-либо команд по агитации и принуждению к голосованию со стороны правительства не давалось и даваться не будет. В случае уличения фактов определенного давления, либо принуждения, просим вас незамедлительно информировать нас и республиканский штаб о таких фактах. Сегодня правила игры изменились. Правительство будет заниматься только организационными и техническими вопросами организации проведения выборов. Будет обеспечена тайность голосования. При этом задача избирателей – выполнить свой гражданский долг, прийти на свой избирательный участок и сделать осознанный выбор. Тем временем главным надзорным органом страны уже организован штаб. Он будет следить за ходом выборного процесса. Генеральный прокурор Курман Кулзулушев подчеркнул, в случае нарушения закона, в том числе воспрепятствования свободному волеизъявлению избирателей, незамедлительно будут приняты меры. На организованный генпрокуратуру штаб возложена задача обеспечить законные права граждан. Ни в коем случае не должен быть применен административный ресурс. Никаких правонарушений со стороны кандидатов и других лиц быть не должно. Такие штабы есть во всех регионах. Сотрудники также мониторят информацию в СМИ и в соцсетях. Генпрокуратуре необходимо обеспечить прозрачность и законность предстоящих выборов. Тем временем Центр избирком готовит к открытию около 2500 избирательных участков. Они будут открыты и в 28 странах мира. Для голосования будут открыты 2476 участков, 48 из которых находятся за рубежом. Задействованы 54 территориальные избирательные комиссии. Следить за проведением выборов будут более 30 тысяч членов участковых избирательных комиссий. При этом необходимо учитывать и эпидемиологическую ситуацию. На избирательных участках важно соблюдать санитарные нормы. Риск заражения в условиях массового скопления людей еще существует. Поэтому важным остается обеспечение санитарной эпидемиологической безопасности. Уже разработан алгоритм правил для УИК и избирателей. Каждый избирательный участок будет обеспечен средствами индивидуальной защиты, санитайзерами, салфетками и другим. Ранее же парламентариями был принят законопроект об отмене голосования по форме 2. По ней избиратели могли проголосовать не по месту прописки, а там, где фактически проживают. Парламентские выборы в октябре продемонстрировали, что форма номер 2 стала причиной массовой прописки граждан. Это значительно влияет на результаты выборов, особенно если избирателей при этом подкупают. Есть такая группа людей, которые прописаны в регионе, но фактически проживают в столице, например. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с ГРС. Обеспечивать общественную безопасность в предвыборный период и в день проведения голосования будут сотрудники органов внутренних дел. Работа в этом направлении МВД начала с 15 декабря. Министерством предприняты меры для повышения уровня общественного порядка и безопасности. Это особенно касается массовых мероприятий. В агитационный период с участием кандидатов на пост главы государства. В день выборов будут дежурить более 11 тысяч сотрудников милиции, вместе с ними и инспекторы патрульной милиции. По всей стране создано 10 оперативных штабов для оперативного реагирования на нарушения. Исполняющий обязанности главы государства отметил, что проведение выборов президента и референдума по определению формы правления сейчас – одна из основных задач. Народ изберет свое будущее. Соответствующим госорганам необходимо ответственно отнестись к своим обязанностям. Действовать нужно только в рамках закона, сказал Талант Мамытов. Кыргыз Республикасын президентин шайло, альбетте бұл чонг ищара, бұл маммлекетвестінің келечеге. Ошандуқтан жалпы елевізге, учурдан пайдаланып, айтыпы дәтілем, ұшул ищараларға активту қатшып, Кыргыз Республикасын президентин татық тұсын шайлап, Кыргыз Республикасын президентин үш үшкер қатшып, үшкер өзінің үшкер 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 әкін жалпы. По итогам заседания Совета Безопасности руководителям министерств ведомств даны поручения. Так, Верховному суду нужно обеспечить своевременное рассмотрение исков, жалобы и апелляции о нарушениях избирательного законодательства. Генпрокуратуре необходимо активизировать работу по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений избирательного законодательства сотрудниками госорганов. А правительство должно сосредоточиться на принятии мер для того, чтобы президентские выборы и референдум прошли открыто, прозрачно, демократично и в правовом русле. Аяна Дюшикеева, Исентур Абыкеев, Алладо, 24. Госкомитет национальной безопасности подвел итоги своей деятельности за год. О результатах сообщил глава ведомства Камчебек Ташиев. Речь шла о внутренней и внешней безопасности, борьбе с экстремизмом и терроризмом, организованной преступностью, а также о результатах антикоррупционной деятельности. Обо всем по порядку. Надежда Усова. Внутренняя и внешняя безопасность страны, борьба с терроризмом и экстремизмом, применение антикоррупционных действий. О результатах работы ГКНБ сегодня говорил глава ведомства Камчебек Ташиев. Так, этот год был весьма сложным. Зарегистрировано 229 уголовных дел, задержано 29 террористов и их пособников. Да и совершение террористических актов на территории Кыргызстана планировалось дважды. Но действия террористов были вовремя пресечены спецслужбами. За 20-й год органам ГКНБ Кыргызской республики предотвращено два террористских акта, зарегистрировано 229 РПП уголовных дел, задержано 29 террористов и их пособников, из них пребывающих в зонах вооруженного конфликта семь боевиков. Вербовка кыргызстанцев в зоны боевых действий продолжается. По данному факту, к уголовной ответственности привлечены 35 человек. Задержано 28 экстремистов, выдворенные из страны 19 иностранных джихадистов. Осуждено 19 человек. Выявлено 15 факторов использования незаконно выданных и поддельных паспортов Кыргызской республики. Пресечены два канала финансирования террористической деятельности с изъятием крупной партии фальшивой иностранной валюты в долларах США. Изъято 3 единицы взрослых веществ, 13 единицы огнестрельного оружия. Террористы и экстремисты активно работают посредством интернета. Вовлечение молодежи в ряды джихадистов идет на закрытых сайтах. Выявлены удалены 10 181 экстремистских публикаций, 654 видеороликов и 9 сайтов и каналов. Впереди президентские выборы. Некоторые силы стараются воспользоваться ситуацией. Ташиев отметил, что есть вероятность дестабилизации обстановки в стране после выборов. Этому способствуют третьи силы. Спецслужбы иностранных государств ведут активную разведывательную подрывную деятельность против Кыргызской республики. Указанная деструктивная работа оказывает негативное влияние на механизмы государственного управления и общественно-политические процессы. Спецслужбы иностранных государств проводят акцентированную работу по получению информации о возможных вариантах развития политической и религиозной ситуации в республике. Прогнозируется активизация деятельности спецслужб иностранных государств, направленной на дестабилизацию обстановки в Кыргызстане, путем манипулирования общественными мнениями с использованием политико-экономических, пограничных, межритических и религиозных проблем. Естественно, Государственная комитет национальной безопасности будет работать о нейтрализации данных угроз. Большая работа была проделана и в отношении борьбы с преступностью. С момента публичного оглашения мной войны против криминала, Госкомитетом национальной безопасности Кыргызской республики была посовместенно начата селенаправленная работа. В первую же очередь задержан лидер доминирующего в республике ОПГ, так называемый вор в законе Камчэ Асамбек. В настоящее время нами проверяется его причастность к ряду транснациональных преступных операций в связке с другими криминальными группировками стран СНГ. Вторым этапом работы сотрудников ОКГМБ было направлено на пресечение действий активных членов ОПГ, которые безнаказанно наводят кошмар на население и предпринимателей в областях. Журналистов интересовало расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы таможенной службы Раенбека Матраимова. Сейчас он находится под домашним арестом. Матраимов активно сотрудничал со следствием, отметил Ташиев. Матраимовым возмещено полностью 2 млрд сомов. Следует отметить, что из указанной суммы из 2 млрд 800 млн, 1 млрд 400 уже перечислено в бюджет республики на сегодня наличными деньгами. Обращение в доход государства, недвижимое имущество в виде одного торгового центра и 9 квартир на сумму 600 млрд сомов. Таким образом он заплатил 2 млрд сомов. В рамках данного уголовного дела также был установлен ущерб в размере 53 млрд сомов, причиненный другими соучастниками Матраимова, которые также возмещены бюджет в полном объеме. Ну что же будет с немыслимыми богатствами Матраимова? Многие издания должны отойти государству. Сейчас спецслужбы проверяют его имущество и в других странах. Затем будут приняты соответствующие меры. Торговый центр мы собираемся передавать государству, которое государство и далее будет получать доход. А 9 квартир оставляем для сотрудников ГКМБ. Из них одна квартира она большая, 250 или 280 метров квадратии. Эту квартиру, большую квартиру, конечно никто из наших сотрудников не может жить. Мы хотим передать детскому дому, какому-нибудь детскому дому или каким-нибудь там социальным объектам, учреждениям хотим передать. В скором времени, буквально 2-3 дня и выйдет постановление правительства, мы будем распределять данное имущество. Еще один нашумевший случай о несметных богатствах судей. Так, на прошлой неделе КСГ КМБ установил факты незаконного обогащения со стороны судей судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Камиля Осмоналиева. По декларации, не имея соответствующих источников дохода, он приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость и авто. Который, не имея соответствующих законных источников дохода, приобрел и эксплуатировал многочисленные объекты недвижимого и недвижимого имущества. У него около 20 квартир по городу. При этом, в настоящее время, за причастность к аналогичным фактам незаконного обогащения, проверяются другие представители судебной системы. Мы будем проверять каждого судя, каждого судя Верховного суда. На сегодня мы уже подали на три суди в дисциплинарную комиссию. Если сегодня, завтра они примут решение, мы их сегодня, завтра же задержим. Сообщил глава ГКНБ и об уголовном деле в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. У следствия достаточно доказательств ее вины. Материалы переданы в дисциплинарную комиссию при Совете судей. При разработке и внедрении автоматизированной информационной системы в местный суд судебной системы Кыргызской Республики и заключении фиктивного договора с одной из IT-компаний на разработку программного продукта задержаны руководители усреждения информационной технологии от ЛЕДСОД при судебном департаменте в Верховном суде Кыргызской Республики от Ликеева и руководители IT-компаний ВОСО «Центр бизнес и инноваций» задорожны. В ходе следствия установлен предварительный ущерб государства в сумме 8 млн. сомов. Также проверяется причастность к данному преступлению у руководства Верховного суда Кыргызской Республики. Ведется следствие. Здесь конкретно есть причастность к данному преступлению председателя Верховного суда Кыргызской Республики. Мы подготовили про нее полностью документированную документацию. В скором времени подадим в дисциплину комиссию. Если они одобрят, мы ее привлечем к ответственности. Работа по обеспечению национальной безопасности и дальше будет продолжена. Основные усилия будут направлены на искоренение незаконного обогащения и коррупции среди государственных служащих. Пощады не будет и в отношении преступности любой, вне зависимости от должности ранга. Если нарушил закон, будет привлечен к ответственности, подытожил глава ГКНБ. Надежда Усова, Азамат Кадыртуктоев, АЛЛАТО 24. В ближайшее время необходимо создать безбумажную среду для осуществления таможенных операций и работы таможенных органов, сказал исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер Артем Новиков на церемонии открытия ситуационного центра в ГТС. Была рассмотрена краткосрочная концепция службы по автоматизации таможенных процедур. Еще одним важным этапом автоматизации таможенной службы – реализация проекта по удаленному оформлению грузов электронное декларирование, что позволит исключить любые коррупционные схемы, правонарушения в таможенных органах, а также обеспечить систему контроля таможенной стоимости, пост-аудита, мониторинга эффективности деятельности сотрудников таможенных органов непосредственно на пунктах пропуска. Вторым важным этапом станет реализация проекта по удаленному таможенному оформлению грузов. То есть те грузы, которые официально проходят через таможенные пункты пропуска, по которым заблаговременно в электронном виде подается таможенная декларация, по которым указывается наличие груза, вес, и по которым этот груз будет соответствовать системе рисков по индикаторам таможенной стоимости, то по этим грузам должен быть полный беспрепятственный зеленый коридор и максимально упрощенная таможенная чистка товаров фактически в онлайн-режиме. Артем Новиков также принял участие в заключительном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в формате видеоконференции. Было рассмотрено 12 вопросов, утвержден порядок взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС и ЕЭК по применению норм соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Участники встречи обсудили вопрос продления срока переходного периода для регистрации лекарств по национальной процедуре. Также приняты временные меры, применяемые при сертификации серийно выпускаемой продукции в условиях неблагоприятной эпидситуации, связанной с ковидом. Следующее заседание Совета ЕЭК состоится 29 января. В Генконсульстве Кыргызстана в Екатеринбурге работа кипит. В основном соотечественники приходят сюда за новыми документами. Кроме этого, идет подготовка к предстоящим выборам. Граждане также поделились с нашими коллегами своими проблемами. Рассказывает Мирбек Молдакунов. Сотрудникам Генконсульства Кыргызстана в Екатеринбурге скучать не приходится. Поток людей не прекращается до позднего вечера. Соотечественники встают на консульский учет, идет подготовка к предстоящим президентским выборам и референдумам. Стоит отметить, что те граждане, которые встали на консульский учет, автоматически включаются в списки избирателей. Еще одной новостью стало открытие избирательного участка в Тюменской области. На данный момент там официально только зарегистрированы около трех тысяч человек. Кроме этого, в Москве к существующим трем уикам прибавится два новых. Итого по всей России в день голосования откроют в своей двери 15 избирательных участков. Львиную долю посетителей составляют граждане, которые пришли за новыми документами. Так как граница закрыта, продлением сроков действия, замены документов, удостоверяющих личность, занимается генконсульство. Если до пандемии коронавируса в год здесь выдавали по 400-500 загранпаспортов, то в этом году эта цифра выросла до двух тысяч. Очень много проблем с тем, что граждане теряют здесь паспорта. Отдельные граждане могут прийти на обмен паспорта с давно истекшими сроками. Три-четыре года назад истекли документы. Вот такие вот в основном проблемы. В Блиц-опросе соотечественники признались, что становятся жертвами мошенников, которые занимаются изготовлением фиктивных регистраций. Скрывать нечего. Приходится обрещаться к ним, потому что хозяева квартир по несколько десятков человек не регистрируют. Обманывают свои же. Невестка в положении. Ей за пять тысяч рублей знакомые, которые работают на таганском рынке, сделали регистрацию. Когда полицейские проверили, оказалось фиктивной. Указывают непонятные адреса. Бывали случаи, когда регистрировали в хостелах, указывали адресы гаражей и даже остановок. Наши граждане очень редко обращаются к нам. Даже при обращении, когда мы просим, чтобы указали конкретно на тех лиц, кто этим занимается, отказываются это делать. Заявление не пишут. Но, тем не менее, мы проводим информационную работу. Лидеры наших диаспоральных организаций тоже проводят такую работу. призывают, чтобы наши соотечественники, если даже помогают, если там какие-то благие намерения, чтобы делали это все законно. Другой вопрос, который волнует граждан, это перелеты на родину и обратно. Пока из-за ситуации в регионе российская сторона пока воздерживается открывать регулярные рейсы именно в Екатеринбург. Но надеемся, что с улучшением ситуации рейсы возобновятся. Всего в Екатеринбурге живут, работают и учатся более 50 тысяч кыргызстанцев. Многие из них работают на местных рынках в сфере услуг и медицине. В рамках перекрестного года здесь должен был пройти межрегиональный форум. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Многие мероприятия пришлось отложить до лучших времен. Мирбек Молдаконов, Аскар Улан-Улу, Аллато-24, город Екатеринбург. За 30 лет независимости страны кыргызстанцы впервые будут выбирать форму правления путем референдума. Такое мнение выразили политологи, эксперты и члены конституционного совещания. 10 января, напомним, гражданам на референдуме необходимо будет выбрать либо президентскую, либо парламентскую форму правления. Подробнее расскажет Чесгульбак и Бек-Кызы. Формы правления, президентская или парламентская, выбор за народом. Как отмечают политологи, основное требование народа – это в первую очередь возложение ответственности на одного человека. Дело в том, что со времен Акаевских времен эти очень важные вопросы, очень насущные на сегодня вопросы, не были обсуждены всенародно. Там были решены, решения были приняты, так сказать, в рамках или в контексте той власти, которую там владели в это время, да, реальной властью. А вот сейчас они были вынесены на всенародный референдум, и народ теперь впервые за 30 лет будет определять, значит, какую форму правления сегодня народ хочет. За всю историю независимости Кыргызстана прошло 9 референдумов, когда по инициативе властей менялась конституция страны. Еще в 2010 году в результате народных волнений и смены власти Кыргызстан изменил конституцию и встал на путь парламентского правления. Однако, по оценке экспертов, реального парламентского правления на практике не было. Мы видим, что никакого парламентаризма практически не было, и президент так и остался главным действующим лицом, и именно он направляет деятельности правительства и никем не отвечает, не несет никакой ответственности. И поэтому сегодня в референдуме ставится вопрос узнать желание народа. Некоторые политологи сходятся во мнении, что народ разочаровался в партии на парламентском правлении, которое и привело к октябрьским событиям. Только тогда, когда власть будет ближе к народу, в стране будет развитие, считают они. Быть ли Кыргызстаном президентской республики, что является де-факто, де-факто так. Либо станем парламентской республикой де-юре. То, что не получается и нету, чего нету. То есть окончательно определиться, сделать власть полностью легитимной. Поэтому у населения спрашивают, какую форму вы предпочитаете. Референдум по выбору формы правления назначен на один день с выборами президента страны. На референдуме граждане должны выбрать, идти ли нам по пути парламентаризма или же президентскому. Также в бюллетене включена графа против всех вариантов. Вице-премьер-министр Эльвера Сурабалдеева приняла участие в первой встрече группы женщин-лидеров стран Центральной Азии, прошедшей в онлайн-формате. Сурабалдеева отметила важность консолидации усилий женщин-лидеров Центральной Азии в решении актуальных вопросов. Кыргызстан поддерживает инициативу по созданию диалога женщин-лидеров государств региона. Особое внимание, по ее мнению, необходимо обратить на решение таких вопросов, как гендерное развитие, семейное насилие, создание базы данных, женское предпринимательство, а также реабилитация в пустковидном мире. Со своей стороны Сурабалдеева выразила готовность предложить максимум усилий для плодотворной работы в рамках этой площадки. Необходимо усилить работу по обеспечению безопасности во всех медучреждениях, особенно в части проверки технического состояния, медицинского и вспомогательного оборудования, заявила вице-премьер Эльвира Сурабалдеева уже в ходе очередного заседания республиканского штаба. «Мы должны принять предупреждающие меры по недопущению чрезвычайных ситуаций, когда из-за поломки кислородного аппарата в одной из больниц стран дальнего зарубежья произошел взрыв», сказала она. Председателю госэкотехинспекции Морзабеку Джипаркулову поручено взять этот вопрос под личный контроль и в короткие сроки провести проверку всех медучреждений страны. Также было отмечено, что в рамках глобальной инициативы КОВАКС Кыргызстан подал заявку на получение 1,2 млн. доз вакцины от коронавирусной инфекции, которая была одобрена. В селе Мантыш Кочкорского района сдана в эксплуатацию новая больница. Международным фондом на ее строительство выделено 7 млн. сомов. Больница оснащена современным оборудованием. В церемонии открытия принял участие вице-премьер Равшанбек Сабиров. Подробности в следующем материале. Новая больница в селе Мантыш Кочкорского района облегчила работу местных врачей. До этого они вынуждены были работать в здании, построенном еще в 50-х годах прошлого столетия. И условия работы оставляли желать лучшего. Сейчас же они очень рады переезду в новое современное здание с просторными и светлыми помещениями. Строительство новой больницы стало возможным благодаря помощи Международного благотворительного фонда, который выделил 7 млн. сомов. Старая больница держалась на честном слове. Особенно сложно было зимой. Теперь будем работать в комфортабельных условиях. Спасибо тем, кто помог построить эту больницу. Помимо всего прочего, в больнице будет работать стоматологическое и дородовое отделение. Также будут установлены УЗИ и рентгенаппараты. Новое медучреждение будет обслуживать жителей сел Ахтала, Мантыш, Хазалдебе, Карамойно, Корток, Донгалыш и Комсомол Кочкорского района. Новая больница решит одну из самых главных проблем жителей Кочкорского района. У нас есть еще ряд районов, где остро не хватает больниц, особенно в Нарынском. Мы сейчас работаем над решением этой проблемы. Торжественная церемония открытия больницы состоялась с участием вице-премьер-министра Равшамбека Сабирова. Он отметил, что главная задача государства – это забота о здоровье граждан и поблагодарил за помощь в строительстве. Правительство совместно с партнерами проводит работу по реабилитации и строительству новых медицинских учреждений. Мы выражаем благодарность благотворительному фонду за помощь. Эта больница позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг для местных жителей. Больница в селе Мантыш будет обслуживать более 5000 человек, и, конечно же, больше всего этому рады сами местные жители. Это больница будет в подчинении Кочкорской районной больницы. Здесь предусмотрено 15 койкомест для пациентов. Она оснащена современным оборудованием и отопительной системой. Нурбек Иманов, Нурхазаб Драхманов, Алишер Асхарбеков, Нарынская область, Аллато, 24. В регионах с изменением эпидситуации открыли школы. Всего по стране в режиме офлайн сегодня работают 1915 общеобразовательных учреждений. И если эпидситуация улучшится в Бишкеке, то и здесь ученики уже с третьей четверти возобновят учебу в традиционном формате, сообщила замминистра образования и науки Надира Джусубекова. В связи с пандемией в прошлом учебном году для беспрерывного процесса дошкольного и школьного обучения подготовили учителей по 14 предметам, а также тысячи телеуроков по шести телеканалам. В условиях пандемии были разработаны тесты по 14 общеобразовательным предметам, что позволило учащимся и учителям использовать их при проверке полученных знаний. Выгодные тарифные планы и специальные мобильные приложения для учащихся и учителей предоставили сотовые операторы страны, обнуляя трафик для всех наших ресурсов. Для выяснения потребностей учащихся в соответствующих технических средствах по всей стране проводился специальный систематический мониторинг. В сотрудничестве с местными властями и территориальными отделами образования велась работа по обеспечению учащихся гаджетами. Все эти меры по дистанционному обучению были приняты для безопасности учащихся и учителей. Теперь в регионах, где эпицитуация нормализовалась, учащиеся будут учиться в обычном режиме. И если положение улучшится и в столице, то занятия продолжатся офлайн. В Баткинской области – 237, Ожской – 547, Чуйской – 299, Иссыкульской – 191, в Таласской области – 111, в Нарынской – 142, Джалабадской – 333, в городе Ож – 55. Всего по республике в традиционном формате занимаются 1915 школ. Кроме того, у нас начинается уже в онлайн-формате альтернативный вариант Олимпиады. Мы очень надеемся, что все наши школы потихонечку выйдут на реальный режим. И после адаптации наших детей, после повторения определенного объема материала, мы сможем начать и наши традиционные Олимпиады. Для наших детей были созданы все условия. Из республиканского бюджета мы выделили 185 миллионов сомов на приобретение всех необходимых дезинфицирующих средств. В новом учебном году абитуриенты сдали экзамен онлайн. И в лицей были приняты 38 072 студента. В ВУЗе – 36 364. Государственная аттестация выпускников будет организована в традиционном формате. Но при организации обучения в традиционном формате всем образовательным учреждениям среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, начального профобразования, рекомендуется составить гибкое расписание учебных занятий. То есть это будет означать, что в стенах ВУЗа будут проводиться только занятия, практические лабораторные занятия по усмотрению ВУЗов. Вместе с тем для улучшения качества образования создана оценочная система, которая основана на решениях районных, городских управлений и образования. В ходе рейда, проведенного Бишкекской городской санитарно-экологической инспекцией, были проведены объекты, чья деятельность может загрязнять воздух – это сауны и бани. За загрязнение воздуха в Бишкеке предусмотрены штрафы, так, за сжигание запрещенных отходов предусмотрен штраф от 5,5 до 7,5 тысяч сомов для физических лиц и от 17 до 23 тысяч сомов для юридических. С начала этого года проверено более 400 субъектов и зафиксировано 46 нарушений, оштрафовано на 397 тысяч сомов. Количество нарушителей начало уменьшаться. С марта прошлого года и по сегодняшний день по проекту «Безопасный город» было зафиксировано больше 2 миллионов нарушений. Из них штрафы оплатили чуть больше миллион автолюбителей. В бюджет поступило 13,5 миллиардов сомов. Обо всем подробнее расскажет Аяна Байзакова. Инербек Медербеков водит машину с 1985 года. По его словам, благодаря проекту «Безопасный город» в Бишкеке снизилось количество нарушений ПДД и аварий. Также он отметил, что камеры помогают бороться не только с нарушителями, но и с преступниками. «То, что штраф за нарушение правил снизили, это правильно, ведь наша заработная плата не позволяла оплачивать такую большую сумму. А сейчас я заметил, что людям стало намного легче. Я сам нарушал правила всего один раз. Ещё в то время, когда штраф составлял 3 тысячи сомов, мне снизили его до полутора тысяч сомов, так как я заплатил в течение 15 дней». По данным властей, за 2020 год в местах установки программно-аппаратных комплексов в Бишкеке стало на 72,2% меньше аварий. Также существенно сократились преступления в общественных местах. По поручению правительства МВД разработал проект, на основании которого был снижен штраф за нарушение ПДД. Это категории, которые наименьшим образом влияют на дорожно-транспортные происшествия. «В 2019 году по поручению правительства Министерство внутреннего дела разработало проект закона, на основании которого были снижены суммы штрафов за нарушение ПДД. Восемь категорий были выбраны. Штраф был снижен с 3 тысяч сомов на тысячу сомов». Таким образом, штраф снижен за следующие виды нарушения правил дорожного движения. «Таким образом, штраф снижен за следующие виды нарушения правил дорожного движения». Несоблюдение требований дорожных знаков. Несоблюдение требований разметки проезжей части. За исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выходом на встречную полосу. Нарушение правил остановки или стоянки. Несоблюдение безопасной дистанции интервала либо нарушений расположения транспортных средств на проезжей части. Невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жести регулировщика. Нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения. Нарушение правил использования внешних осветительных приборов или предупредительных сигналов. Ну а второй этап проекта «Безопасный город» будет реализован в 2021 году. Он охватывает 7 областей, 2 города, 73 населенных пункта и 15 городов областного и районного значения. Всего власти планируют оборудовать аппаратно-программными комплексами 306 точек, из которых 266 стационарных и 40 передвижных. Аяна Базакова, Бигжан Токтосунов, Аллато, 24. Среди молодежи увеличивается количество наркозависимых. Например, в Джалабадской области с начала года зарегистрировано 174 преступления, связанного с употреблением наркотиков. При этом изъято 2 тонны 166 наркотических средств. Эта информация была озвучена на координационном совещании в Джалабаде. По официальной информации силовых структур, в Джалабадской области в этом году было совершено 160 преступлений, связанных с наркотиками. Если подобная тенденция будет увеличиваться, то в течение 10-15 лет перед судом могут предстать за распространение наркотиков 60% населения региона. Эту тревожную информацию озвучил представитель МВД по области. «Мы ежегодно проводим мероприятия по уничтожению конопли. В этом направлении работает и местная власть. Но этого мало. Порядка 90% конопли растёт в Токтогульском районе. И за год мы успеваем уничтожить всего 10-15% зелья». Подобная ситуация влияет на положение по всей республике. По этой причине силовики думают заниматься проблемой комплексно. «Проводить разъяснительную работу среди населения – это обязанность местной власти. Это проблема не только Токтогульского района, но и всей области. И на это должны обращать внимание представители местной власти». По данным Акима района, ежегодно вручную уничтожают площади конопли. Вместе с тем проблема упирается в финансирование. Поэтому на местах предлагают другой путь. «Для ручного уничтожения дикой конопли нужны огромные средства. А где взять ресурсы на несколько сот гектаров? Я предлагаю уничтожать специальным химраствором, и это стоит недорого. Наше предложение почему-то не рассматривается». На областном координационном совещании одновременно рассмотрели проблему контрабанды. Зафиксировано 16 фактов незаконного провоза различного груза в Аксийском, Ноокатском, Сузакском и Базаркургонском районах. Вера Черникова, Усен Кульбаев, Аллату-24, Джалабадская область. В преддверии Нового года администрация мэрии Бишкека по Ленинскому району поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом. В связи с пандемией ветеранов поздравили дома. Глава Ленинской райадминистрации Чина Сулченубаев вручил по 5 тысяч сомов и продуктовый набор. По его словам, всего в Ленинском районе осталось 11 ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в Ленинской районной администрации проводится мероприятие по поздравлению наших ветеранов Великой Отечественной войны. До данной цели мы запланировали и выделили из резервного фонда 170 тысяч сомов. На сегодня на территории Ленинского района проживают 77 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Сегодняшнее мероприятие у нас в связи с пандемией проходит. Мы поедем по домам поздравлять. Мы должны больше времени уделять нашим героям, послушать их напутственные слова и заботиться о их здоровье. Я председатель Совета ветеранов войны вооруженных сил тружеников тыла Ленинского района. Работаю я уже здесь 34 года. Очень благодарна, конечно, руководству Ленинской администрации, что нас они не забывают. Они к каждому празднику нас чествуют. Хоть осталось нас 11 человек всего в Ленинском районе участников войны. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и до свидания.